Астапа несло. Накануне Биллонов выступил с очередной инициативой. Вернуть в уголовный кодекс понятие измена родине и существенно расширить понятие госизмена. Не обошла таки шпиономания впечатлительного депутата. Здравствуйте, я Мария Лондон. И понятно мне, ура, патриотические потуги отдельных граждан. Когда в стране через день арестовывать за шпионаж и госизмену, хочешь не хочешь, а демонстрировать верность родине, начнешь. А заодно и кричать. Держи вора. Единым фронтом с неподражаемым Милоном выступает Лефортовский районный суд Москвы. Меньше чем за месяц на его счету трое государственных изменников и шпионов. История первая. Самая отвратительная. В январе арестовали страшно опасную государственную изменницу, воспитывающую семерых детей Светлану Давыдову. Сообщила мнительная женщина в посольство Братской Украины, с которой мы, кстати, не воюем, что, по ее мнению, наши войска пошли на Украину. Услыхала Светлана эту страшно секретную информацию в маршрутке. О разглашении какой государственной тайны может идти речь, если это обсуждается в общественном транспорте, во-первых, и во-вторых, если на официальном уровне заявлено, российских войск на Украине нет. А значит, раскрыть государственную тайну и изменить родине в данном случае весьма затруднительно. Но, видимо, отсутствие состава преступления для наших спецслужб и Лефортовского суда не аргумент. Не менее загадочно выглядит и арест Лефортовским судом другого предполагаемого государственного изменника и шпиона, священнослужителя Евгения Петрина. Обвиняемый является сотрудником отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. По версии следствия, Петрин работал на американскую разведку и передавал информацию о деятельности РПЦ. Чем таким интересным составляющим государственную тайну занимается Московская Патриархия, призванная Богу служить, непонятно. По мне, так единственный ее секрет – финансы. Но еще более интригующим выглядят показания самого священнослужителя. Арестованный заявил правозащитникам, что на самом деле является капитаном ФСБ и работал в Патриархате под прикрытием. Детали дела, естественно, засекречены. Известно только, что возбудили его сразу по двум статьям – шпионаж и государственная измена. К слову, психиатрическую экспертизу подозреваемый прошел успешно. Может, и мне пора? Ум за разум заходит, никак не могу уразуметь. Вот еще раз, цитата. Петрин работал на американскую разведку и передавал информацию о деятельности РПЦ. Какая связь между информацией о деятельности РПЦ и государственной изменой? У нас же церковь отделена от государства. Или я что-то пропустила? Может, Петрин тем, что шпионил за Патриархом, оскорбил чувства верующих, а это уже квалифицируется как госизмена? А мы и не знаем. Может, Конституцию отменили? Вообще, хорошо бы, чтобы ФСБ брошюрки памятки распечатало. А то уж совсем народ запутался, что есть изменная шпионская деятельность, а что некомпетентность отдельных сотрудников ФСБ. Вот, к примеру, опять же на днях. В Нижнем Новгороде в госизмене обвинили ученого Владимира Голубева. Поводом стала публикация в чешском научном журнале. По утверждению Голубева в статье использовались данные из открытых источников. Может быть, сотрудники спецслужб все, чего сами не знают, считают государственной тайной? Кстати, о погоде. Штармит, однако. Грязь, метель, кризис. А в Лефортово ужин. Макароны дают.